Ари, не гасни, кого еще нас... Здарова, братва! Давно не виделись. Заказал, короче, вот такую штуку для горизонтальной установки видеокарты в корпусе. И также хочу доработать корпус. Вот такой вот корпус у меня. Deepcool Matrix... Deepcool Matrix 50. Я его покупал в свое время за почти с чем-то, по-моему, почти 5. Сейчас он стоит 4000. Почти 5 звезд. У него 4,5. И у него есть проблема. Это забор воздуха с передней части. Там идет 3 вентилятора, 3 кулера. И они впритык к стеклу. Я вот хочу их перенести назад и поднять выше. В штатном виде это никак не сделать. Так что я приобрел метизы, с помощью которых я немножко подниму и перенесу вентиляторы чуть глубже. И еще покажу, как убрал сетку. Не знаю, может поможет кому. Так, а... По поводу кронштейна, который я купил... Я купил его на Алиэкспрессе. Долго выбирал, потому что их очень много. Так, это у нас шлейф для переноса видеокарты. Взял 20 сантиметров, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, выглядит достаточно длинным. Просто я хотел его сместить чуть ближе к передней стенке. Не знаю, даст он это сделать или не даст. Но я думаю, даст. Если нет, так нет. Ну, заказывать лучше покороче, скорее всего. Ну, в зависимости от корпуса. Так, ну и сама подставка. Очень долго выбирал. Сейчас объясню, почему выбор пал именно на эту. Здесь вот такая вот есть. Как бы его можно устанавливать прямо так. А можно прикрепить к корпусу и перенести корпус немного дальше от передней части. То есть, крепится у нас, получается, вот так вот это к задней стенке. Но с помощью вот этого мы можем отвести ее еще сантиметров примерно. Ну, сколько тут? Ну, сантиметров на 7. Либо вообще не прикручивать и поставить ее так. Так как здесь есть встроенные встроенные магниты. Очень много таких всяких кронштейнов. У этого больше всего отзывов. Действительно, он очень крепкий. Плюс здесь магниты на ножках. То есть, он приклеится. Особой вибрации от него не должно быть. Так, сам шлейф у нас прикручивается сюда. Ну, тут плюс-минус он уже весь собран. В принципе, тут доделывать ничего не надо. Прикрутить только шлейф. И установить, чем сейчас и займемся. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Так, да, и болтики еще у нас есть. Какой-то большой болт. Не знаю, для чего. Инструкции, к сожалению, нет. Есть какой-то QR-код. Сейчас я сканирую. Но это, скорее всего, для быстрой связи с продавцом. Чтобы, если какие-то возникнут вопросы, чтобы можно было быстрее с ним связаться. Но давайте перейдем непосредственно к компьютеру. Посмотрим, что к чему. Так, ну здесь, я думаю, все понятно, да? Здесь размеры шлейфов еще есть. Ссылочка будет. Купил я не так дорого эту штуку. По-моему, что-то две с чем-то. Очень, как я сказал, уже долго искал. Потому что очень много кронштейнов. И они очень похожи друг на друга. И по отзывам я заметил, что очень много кронштейнов. Кстати, мне кажется, нет? Немного смещен, да? Нет, ломать бы. Так, очень много кронштейнов. И очень много где пишут, что плохой металл, плохой шлейф и так далее. И вот нет этих магнитов именно, которые я хотел, чтобы они были. Так, ну вот то, что я нашел максимум подходящее для себя. Так, ладно, давайте переходим к компьютеру. Вот непосредственно передняя стенка. Передняя крышка, точнее. Сейчас извлекем. Я ее снизу не закрываю. Так как я когда играю, я постоянно ее снимаю для лучшего обдува. Так, и цель у меня... Вот штатное крепление у них. То бишь, вот этот вентилятор практически в корпус не работает. Я хочу сместить их выше и поставить их изнутри. Для этого нужно немного... Так, и для этого вообще нужно их открутить. Отсоединить будет. Провести провода сзади. И с помощью метизов используя длинные винты, гайки и шайбы. Это самый, который длинный, я нашел. И как раз хватает, чтобы закрутить. И нужно их перенести за переднюю часть. И с помощью этого они будут не впритык к стеклу, а будет зазор у них примерно около 5 сантиметров. Ну, может поменьше. И... Так, и, 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 и... А, да, и сетку боковую я убрал полностью. Типа пылезащитную. Видите, они впритык к стеклу стоят, и поэтому забор воздуха у них не такой хороший, как должен быть. И мы перенесем их за заднюю стенку. Гори, не гасни, кого еще назвать ты хочешь своим шествием или ненастьем. Какие страсти вот так это выглядит все с задней стороны. Ну, чуть позже, ближе покажу, когда уже буду видеокарту снимать. Так, ну и заодно здесь все почищу немножко. Приведу божеский вид. Разницы это большое не сыграет. Так, и теперь у нас все встало. Так, по поводу шлейфа. Шлейф очень огромный, как я могу теперь понять. Извиняюсь за звуки на улице, просто окно открыто, жарко. Так, не хочется кручаться. Далее смещаем немного. И у нас что-то не очень тут. Что-то у нас тут не особо приятно получается. Так. Слишком кабеля... Слишком длинный кабель. Очень длинный кабель. Так, это, по-моему, 20 сантиметров кабель. И вот, смотрите, я его вставляю. Ну, подвожу. И здесь такой залом большой. Он идет, конечно. Поприжмется. Но все равно пока неприятно все это выглядит. Так, ладно. Давайте сейчас установлю видеокарту и покажу все, как это будет выглядеть. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Смотрите. Здесь вот пришлось вот так вот сделать. Потому что шлейф... Шлейф вообще не дает никаких движений из-за того, что он очень длинный. Он в два раза согнут. Вот, плохо видно его. Не знаю, отсюда не видно будет, наверное. Длинный шлейф не берите, максимум 10 сантиметров. Я брал, я думал сместить ее или вообще поставить. А он слишком жесткий. Он особо ничего сделать не даст. Так, здесь все примагнитилось. Вот здесь вот слишком прогнулась плата. Я решил подложить временно, так скажем. Но ничего не бывает постоянным, как временное. Так, здесь я подложил, потому что очень большой прогиб был. Эти штучки закрутил. Пока я их не закрутил, видеокарта была наискосок как-то. Сейчас она стоит вроде как ровно. Так, так как у меня было определенное количество винтиков, я взял отсюда с вентиляторов два винтика. никуда не денутся. И все вот такой вот, таким макаром все это сделал. Это не видно будет? Это все закроется штатной крышкой. Так, ну держится в принципе, я не сказал бы, что плохо. Она и на магнитах неплохо держится, можно было в принципе эту и не ставить. Я так уже для своего, ну лично для себя это сделал. Так, ну бумажки конечно не очень, но заглянуть туда вниз, когда будет компьютер стоять здесь, будет очень сложно, так что это все будет не видно. Так, вентиляторы теперь очень близко, прям к видюхе получается. И здесь будет большой зазор для забора воздуха. Надеюсь для видюхи это повлияет очень хорошо. Воздух теперь будет отводиться у нас вниз и вверх. Будет попадать на процессорный кулер, ой, на этот, на радиатор. Но это я думаю особо не повлияет, потому что температура больше 40 не поднимается. Так, ну, короче, все вот так выглядит. Все, секс. Здесь подсветки вроде нету, к сожалению. Так было бы все еще намного интереснее. Ну, ладно, сейчас буду все до конца собирать, включать и смотреть, как это все выглядит. Уже в собранном виде, да, кстати, пыль все обтер, все покрасивее. Вот мой блок питания. Здесь вот так вот. Так, ну, в принципе, все. Так, штатные вентиляторы, кстати, это вот эти, которые шли с этим, кстати, здесь не обтер пыль. Вот здесь они на передней стенке, я их перенес два сюда и один сюда. Я сюда купил три новых, как они там, аэро, аэрокуловские, которые со светодиодной полоской. Кстати, теперь ее здесь видно будет, скорее всего. Ну, сейчас увидим, включим. Так, ну, давайте, сейчас я все сделаю, соберу и еще раз в последний раз включусь. Так, подставка мне понравилась. Единственный косяк, что я вот длинный кабель взял, он, во-первых, и дороже был, так что берите максимум 10-15 сантиметров, больше не надо, ну, в зависимости еще от корпуса. Гори, не гасни, кого еще назвать ты хочешь своим счастьем или ненастьем, какие страсти, я медленно стекаю по твоим запастьям, как танцы на стекле, только не сгласьте, лови любви тайфунами во власти, сласьте, оу, я, бонжуры, здрасте, я медленно стекаю по твоим запастьям, как танцы на стекле.